Большим концертом в стиле фолк завершился масштабный проект национального радио Чувашии. Конкурс самодеятельных фольклорных коллективов проходил в течение года в прямом эфире. Проект радио Кеви стал возможен благодаря грантовой поддержке Министерства культуры Чувашии. Сопонимые традиции, самообытности, аутентичной радиокультуры об этом в последнее время не высказано. Впрочем, и сделано тоже не было. Своебразная фольклорная экспедиция национального радио Чувашии продолжалась целый год. Автор проекта Владимир Егоров признается, идею вынашивал давно, но получилось лишь в прошлом году. Очень помогла в этом руководитель фольклорного отдела народного творчества Министерства культуры, Дома народного творчества Министерства культуры Светлана Лаврентьева. Вот мы с ней были ведущими и в то же время организовали это мероприятие. «Несекаемые родники» – это как бы радиоконкурс в прямом эфире. Вначале мы выезжали, записывали, отмечали по графику, какой район, какая фольклорная группа будет выступать у нас в радиоконкурсе. В одной передаче выступали два фольклорных ансамбля. В конкурсе приняли участие 23 фольклорных коллектива из 19 районов Чувашии. Практически все их участники – не профессиональные артисты, а просто преданные искусству люди. Надо заметить, это отличительная черта всех, кто имел отношение к проекту. Первое место среди народных фольклорных коллективов занял фольклорный коллектив Епрессинского района «Эреветь». Первое место среди фольклорных коллективов песнородного звания – это Шимуршинский район фольклорной группы «Ахаяз». У нас были номинации по самому лучшему костюму чувашскому. Номинации получили это место первое. Комсомольский район «Казал» – народный фольклорный коллектив. Также семейные фольклорные коллективы Салатовского района Ново-Айбеси. Семейный фольклорный ансамбль «Маруськиных» – очень хороший коллектив. Также в Чапоксарском районе семейный ансамбль «Кудряшовых». По сохранению традиций, песен народных – это у нас Казаловский район номинации получил первое место. Народный фольклорный коллектив уже 45 лет им исполнилось в этом году. Успех, которым родники неиссякаемые пользовались у слушателей, вдохновил организаторов проекта не просто продолжить его в следующем году, но и расширить границы, сделать конкурс межрегиональным. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.